Красноярцы-легкоатлеты еще имеют шансы поехать на Олимпиаду в Рио, хотя вчера спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и 68 отечественных спортсменов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Подробнее об этом мы поговорим с заместителем директора Академии летних видов спорта Дмитрием Пахабовым. Дмитрий Дмитриевич, добрый вечер. Здравствуйте. Шансы у наших легкоатлетов все-таки еще есть? Конечно, мы еще надеемся, что будет принято другое решение, поскольку Олимпийские игры это самое крупное спортивное мероприятие в истории спорта и принятие решения о том, какие спортсмены, какие федерации примут участие в этом форуме, может только Олимпийский международный комитет. Это организация, которая проводит Олимпийские игры и, соответственно, Олимпийский комитет международный может только прислушиваться к мнению, к рекомендации других организаций. То есть решение суда это еще не конец? Мы надеемся, что нет. Скажите, а есть вероятность, что кто-то из наших спортсменов будет выступать под Олимпийским флагом? На самом деле это неправильно. Вы слышали выступление Томаса Баха, президента Олимпийского комитета международного, который озвучил, что, конечно, каждый спортсмен должен выступать под флагом своей страны. Кроме того, основатель Олимпийского движения современных Олимпийских игр, Пьер де Кубертен, очень хорошо подчеркиваю, что для спортсменов высшей наградой является, когда в его честь поднимают национальный флаг и играют ГИН его страны. Поэтому, конечно, бессмысленно выступать под флагом какой-то другой организации. То есть для спортсмена это не очень хорошо? Это как минимум унизительно, наверное, да будет? Это просто для спортсмена нехорошо. Все равно все в мире знают, например, если эта спортсменка живет, тренируется, выступает за Россию, она вышла, выступила под флагом, например, международного Олимпийского комитета, что-то поменялось. Нет, все все равно понимают, что это российская спортсменка. Скажите, ситуация вообще не очень приятная, да? Вот как вы к ней отнеслись? Для вас это удар или вы готовы были? Нет, неоднозначное было отношение к этой ситуации, поскольку, например, сам спортивный арбитражный суд, организация, которая создана для того, чтобы защищать права спортсменов. На сегодняшний день она продемонстрировала, что права спортсменов, которые добросовестно тренировались, исполняли все требования для попадания на Олимпиаду, не защитили. То есть она не защитила их права. Поэтому здесь, конечно, мы были расстроены. Но на самом деле спортсмены наши на сегодняшний день, в том числе и красноярские легкоатлеты, готовятся, тренируются. Они продолжают тренировать? Они продолжают тренировки. А для чего? Чтобы возможно поучаствовать, да? Конечно, 24 число для нас правная точка. То есть это когда Олимпийский комитет международный озвучит, допущены российские спортсмены, в том числе легкоатлеты на Олимпийские игры или нет. У всех спортсменов разные характеры. Вы знаете своих ребят спортсменов лучше всех. Скажите все-таки, кто как отреагировал? И, возможно, родственника как-то приняли вот эту новость, вот эту опасность по-особому? Какая была реакция? 4 года – это большой срок, Олимпийский цикл, самый длинный в спортивной подготовке. Поэтому, когда человек выходит на пик спортивной формы и претендует на финал, а еще лучше на Олимпийскую медаль, он понимает прекрасно, что после окончания Олимпиады еще 4 года на пике спортивной формы находиться очень тяжело. Поэтому каждый для себя принимает это решение. У нас очень много спортсменов, которые на 2-х, на 3-х Олимпиадах были. Альберт Демченко, да, 7-ая Олимпиада в 42 года в Сочи, он заявал серебро на Олимпийских игр. А кто-то может попасть на Олимпийские игры только в качестве участника, и для него это уже предел мечтаний. Поэтому, конечно, спортсмены отреагировали по-разному. Ну, я думаю, что лучше будет потом, если все случится, спросить у спортсменов. Я надеюсь, что все-таки мы увидим их на Олимпийских играх. Наши спортсмены, они достаточно молодые. Вот Исимбаева ей уже 34 года, и, конечно, она может просто закончить свою карьеру и все. А у наших ребят еще все впереди. Да, Саше Менькову 26 лет, Тимофею Ичало 22. То есть, учитывая, что Тимофей вообще сейчас только вышел на хорошую спортивную форму, на мировой уровень, поэтому я не думаю, что этой Олимпиадой все бы для них закончилось. Мало того, они настроены по-боевому. Кроме того, на этой Олимпиаде будут участвовать спортсмены в возрасте 40-43 года. Я прям хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Но никто не признавался, что хочет закончить карьеру? Или изменились как-то, настроение изменилось? Нет, сейчас таких разговоров не ведется. Скажите, вот даже если ребят допустят, вот эти все новости, это все равно стресс для спортсмена. Как с ним они справляются? Спортсмены такого уровня, уровня Олимпийской сборной, попадают туда только благодаря своей высокой психологической устойчивости. Поэтому если спортсмен каким-то образом реагирует на подобные заявления, на подобные ситуации, значит, недостаточно он и готов к Олимпийским играм. Я думаю, что наши спортсмены отреагируют правильно и на отстранение, и на включение. Поэтому я даже надеюсь, что они смогут, наоборот, если их допустят до Олимпиады, мобилизоваться и отомстить вот этому несправедливому решению, в том числе арбитрашного суда. Спасибо, что смогли к нам сегодня прийти. Я напомню, что у нас в гостях был замдиректора Академии летних видов спорта Дмитрий Пахабов.